Всем привет! Продолжение видео про то, что на автомобиле Audi A6 C5 2.5 TDI дергается, прыгает в шток актуатора турбины на холостом ходу, на горячем. Проблему данную, скажем так, практически решил. По итогу оказалось, что очень сильно влияет цикловая подача на скважность работы клапана N75. Потому что, когда я изменил цикловую подачу, скважность увеличилась и шток перестал дергаться. Но это тогда произошло, когда было очень большое значение цикловой подачи. Порядка 6.9-6.5, тогда скважность была 85% и шток упирался и не дергался. Когда я поставил цикловую подачу порядка 4.4-4.7, шток вроде бы упирается, но по процентам видно, что все равно изменения есть. То есть, процент работы клапана N75 изменяется от 75% до 85%. Но это уже не видно. Как бы такой вот вывод. Но, на самом деле, очень много еще вопросов осталось, потому что не все так однозначно. Если вам интересно, что же было более подробно, то смотрим дальше. Что мы изначально имеем? Audi A6 C5, 2.5 TDI, двигатель AKN. Изначально была коробка автомат, переделана на коробку механика шестиступенчатая. Но при этом в блоке управления осталась прошивка на автомат. И причем, учитывая, что в прошивке нет кодировки для механики, то пока что она осталась на автомате. Цикловая подача на горячую была около двух, что крайне низко. Внутрикорпусное давление в насосе ДНВД на горячую на холостом ходу около пяти бар. При проверке угла впрыска на рано у нас показывает всего лишь 3-5%. Это признак того, что поршенек опережения клинит. При вскрытии ДНВД оказалось, что мембрана внутри ДНВД имеет трещинку. Причем трещинка очень небольшая. И она стала видна именно изнутри. Снаружи то, что треснута мембрана, вообще никак не видно. Поэтому только благодаря тому, что я провел замеры внутрикорпусного давления, поэтому я обратил на это внимание и разобрал самораспределитель. Снял мембрану. Вот, то есть трещина, она есть. И из-за этого внутрикорпусное давление такое, скажем так, меньше, чем надо. То есть не 8, а 5. И поршень опережения. Вот почему было 3-5% на рано. Вот видно на поршне, такие вот следы износа. Причем то, что у вас широкие следы, еще ладно. А вот это вот, то, что цепляется вот ногтем, такое глубокое, вот это вот очень серьезно, потому что параллельно в этом же месте на корпусе образовался такой наплыв металла. И поршенек он подклинивал именно в корпусе. Собрал насос. Поршень и мембрана были заменены. Как раз попал на, опять же, низкую циклу, как и стояло. Отличный вариант проверить, как же у нас будет работать шток от ротурбины. Смотрим в 11 группе, четвертое окно. И видим, что проценты, опять же, низкие. Они, опять же, прыгают. То есть шток как-то перестал очень активно прыгать. Он прыгает медленно. Но видим по процентам, что работа штока от ротурбины осталась, как и было. То есть получилось то, что при низкоцикловой подаче, даже после замены поршня опережения зажигания в ТНВД и повышения внутрюкорпусного давления в ТНВД, шток также продолжал прыгать. Сдвинул цикловую подачу. Получилось значение 6,3, 6,9, 6,6. Конечно, большое. Но смотрим в 11 группу, видим то, что шток поднялся максимально вверх. Мы видим 85,2%. И эти значения не меняются. То есть шток реально упирается вверх и стоит сверху. Он не прыгает, ничего. Но единственное, что значение цикловой подачи, оно весьма великовато. То есть при таком значении насос не будет работать в своем оптимальном диапазоне. И мощность машинки немножко упадет. Поэтому попробуем сдвинем еще, чтобы было немножко поменьше значения. Сдвинул датчик еще раз. Получил значение цикловой подачи в районе 4,4, 4,7, 5,0. Как бы такой самый оптимальный вариант. При этом получили скважность клапана актуатора турбины порядка 80-85. То есть видим, что скважность изменяется. Но на самом штоке актуатора турбины это не видно. То есть скважность весьма высокая. И шток упирается максимально вверх. И он уже не подпрыгивает. Он стоит в своем максимальном положении. То есть несмотря на то, что скважность все равно у нас изменяется. Но шток уже не прыгает. После замены поршня опережения в четвертой группе базовых на рано. Стало уже не 3,5 процентов, а 10,11. Что вполне нормально. И внутрикорпусное давление на хвостом ходу с 5 поднялось до 8 бар. С прошивкой тоже не все у нас хорошо. Потому что, как я говорил, была коробка автомат. Поставили коробку механическую шестиступенчатую. Но прошивка-то осталась от автомата. Слил я прошивку с помощью BPS18. Открыл программка Bosch QNumber. Видим номер прошивки. 10,37,35,43,31. И если посмотреть, какие у нас кодировки. В этой прошивке посмотреть можно с помощью программы VAC EDC SUIT. То мы увидим, что в данной прошивке у нас 3 кодировки. 10,11,10,14,10,16. И все эти кодировки на коробку автомат. Более того, залить сюда прошивку тем же размером с кодировкой от механики почему-то не получилось. Может быть потому, что здесь вроде бы мотор стоит АКН. Но АКН уже последний. И поэтому вероятнее всего прошивки другие от механики здесь не работали. Именно которая подходит к мотору АКН. Ну, это еще надо будет разбираться. Результат такой, что по итогу получилось, что шток прыгал из-за того, что было очень низкое значение цикловой подачи. Ситуация немножко нестандартная. Потому что не всегда шток прыгает при низком значении цикловой подачи. Но в данной ситуации мы видим, что он очень сильно прыгает. При изменении цикловой подачи шток перестал дергаться. Он занял свое верхнее положение. И как бы все стало хорошо. Вот так, друзья. Всем спасибо и удачи.